Японский интернет-портал Fujin News Network распространил видеорепортаж о разрушениях на освобожденных землях Азербайджана. Корреспондент представил подробную информацию об актах вандализма, совершенных во время армянской оккупации в азербайджанских городах и селах. Сюжет рассказывается и об истории конфликта и войны, длившейся с сентября по ноябрь прошлого года. Отмечается, что азербайджанцы, приезжающие в освобожденные районы, видят только разрушенные и сожженные поселения. Кроме того, непредставление азербайджанской стороне карт минных полей со стороны Армении является серьезной угрозой для движения транспорта на этой территории. Съемочная группа телеканала «Оканал» Боснии и Герцеговины посетила освобожденный от оккупации азербайджанский город Агдам. В репортаже отмечается, что почти после трех десятилетий оккупации Азербайджан в 2020 году освободил свои территории. Пригородные равнины Агдама заминированы, от города остались лишь руины, говорится в сюжете. Приводятся сведения о хаджалийском геноциде, учненном армянскими вооруженными силами против мирных азербайджанцев 26 февраля 1992 года. Иранское информационное агентство «Мехар» между тем рассказывает в своем материале о новых возможностях для бизнеса и логистики, которые открываются для Тегерана и Баку. В статье отмечается, что президент Ильхам Алиев положительно оценивает азербайджанно-иранское сотрудничество. Глава азербайджанского государства, отвечая на вопрос иранского журналиста в ходе пресс-конференции о перспективах сотрудничества между Ираном и Азербайджаном после Карабахской войны, подчеркнул, что новая реальность создает большие возможности. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что осведомлен о заинтересованности иранских компаний в работах по возрождению освобожденных территорий Азербайджана. СМИРАЛИЕВА СИБИСЕ